Валерий Седов В Рязанской области упал беспилотник. Как сообщает один из телеграм-каналов, рядом с железнодорожными путями. Коптер обнаружил дежурный на перегоне в Рязанском районе. Размера беспилотника 20 на 20 сантиметров. Отмечается, что взрывных устройств на нем не было. На место приехали силовики. Сейчас полиция выясняет происхождение БПЛА. Отмечается, что на движение поездов инцидент никак не повлияет. Больше 50 уведомлений о штрафах получили автомобилисты за езду по выделенной полосе для общественного транспорта в Рязани. Цифру озвучил депутат Рязанской областной думы Вадим Пальевтов, уточнив, что данные актуальны на 18 июля. На данный момент штрафов за проезд по выделенным полосам куда больше 50. Их фиксируют в так называемом ручном режиме. То есть, когда экипажи ГИБДД непосредственно дежурят на Московском и Первомайском проспекте. Напомним, выделенные полосы для общественного транспорта на этих участках дороги появились в июне 23 года. Во время капитального ремонта теплосетей на Первомайском проспекте. Впрочем, власти решили оставить их и после завершения. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления благоустройства Дмитрий Наумов в социальных сетях. По его словам, выделенные полосы позволили сократить время движения. Вчера же состоялась комиссионная приемка дорог по Первомайскому проспекту и проезду Завражного после ремонта по нацпроекту безопасные и качественные дороги. В состав комиссии вошли представители управления благоустройства города и подрядные организации, депутаты и общественники. Ремонт этих улиц был синхронизирован с работами по реконструкции теплотрассы. На проезде Завражного заменили покрытие проезжей части на участке от Первомайского проспекта до Высоковольтной улицы. Заасфальтировались съезды в местах примыкания второстепенных дорог и проездов. Поставили новые крышки люков. На Первомайском проспекте заменено покрытие проезжей части на протяжении 870 метров от улицы Вокзальной. На этом участке также заасфальтировались съезды в местах примыкания второстепенных и дворовых дорог. Положили новые люки смотровых колодцев, нанесли разметку. Кроме того, на пешеходном переходе в районе перекрестка с улицы Вокзальной сделан новый пандус. Работы проведены в соответствии с проектом. Срок гарантии 5 лет. При работе комиссии замечаний не выявлено, сообщается на сайте администрации города. С 26 февраля 2023 года в Рязанской области начал действовать закон об единовременной выплате при рождении ребенка. На новую выплату могут рассчитывать все семьи, независимо от дохода. Главное условие – дети должны быть рождены и зарегистрированы на территории Рязанской области. С начала года в Рязанской области единовременное пособие при рождении ребенка уже получили 750 семей. Притом выплаты это предоставляется всем, вне зависимости от уровня дохода, да и выплачивается на каждого ребенка. Размер единовременного пособия с 1 февраля 2023 года составляет 22 909 рублей. Для того, чтобы получить пособие, работающие родители должны обратиться к работодателю. Если же родители не работают, то заявления они могут подать как через госуслуги, так и через МФЦ или соцфонд. И в таком случае выплату перечислят через 5 рабочих дней. Это если решение будет положительным. А вот уже следующий выплату – единое пособие – получают сегодня 26 тысяч семей. Общая сумма – 2 миллиарда рублей. Напомним, деньги эти заменяют ранее действовавшие пособия. На первого и третьего ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам. Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все дотации до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единую форму. Порядок обращения прежний. Например, можно подать заявление через портал госуслуг. Для оформления пособия у детей и родителей должно быть гражданство Российской Федерации и постоянная прописка в России. Перед назначением выплат оценят доходы и имущества семьи, а также учтут занятость родителей или объективные причины ее отсутствия. По традиции, новый месяц принес в нашу жизнь сразу несколько изменений. Например, с 1 августа традиционно завершается приемная кампания в российских вузах. Будущим студентам необходимо сдать оригиналы документов очно или онлайн через сайт госуслуги до 3 августа при поступлении по общему курсу. Приказы о зачислении выйдут уже с 4 по 9 число этого месяца. Что еще изменилось, расскажем далее. Владимир Путин подписал указ об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке. Раньше наказание за нарушение не превышало 3000 рублей. Теперь желающим откосить придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. Предусматриваются штрафы за умышленную порчу документов воинского учета. Здесь придется заплатить сумму до 5000 рублей. Если же призывник не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене работы или учебы, либо о переезде на новое место жительства, его штрафуют на сумму от 1 до 5000 рублей. Также с 3 до 25 тысяч вырастут штрафы за уклонение от медицинского обследования. С 1 августа в финансовой системе страны официально утвержден цифровой рубль. Эта валюта сочетает в себе свойства наличных и безналичных денежных средств. У цифрового рубля есть ряд преимуществ. Во-первых, доступность к кошельку через любой банк. Во-вторых, для операций с цифровым рублем все тарифы едины, что снижает затратность операций. В-третьих, новая валюта – это уникальный код, а это значит, что его легко отследить в случае хищения или утраты. Правда, есть в этой компании свои нюансы. Так, внедрение новой национальной валюты предполагает дополнительные затраты от финансового сегмента и бизнес-сектора. Получается, что банкам и организациям понадобится время для адаптации своих расчетных систем под цифровой рубль. Иностранные туристы смогут приехать в Россию по единой электронной визе. Привилегии действуют для граждан 55 стран. Иностранец с визой сможет находиться в России 16 суток. Систему хотели запустить еще два года назад, но планы нарушила эпидемия. По словам туроператоров, единая электронная виза обещает наладить поток желающих увидеть достопримечательности России из различных стран мира. Утилизационный сбор на многие виды автотранспорта станет выше. Изменения касаются легковых, грузовых, коммерческих автомобилей, а также автобусов. В среднем платеж на легковые автомобили вырастет почти в 4 раза, на легкие коммерческие авто – в 3 раза, на грузовые – вдвое. По словам экспертов, повышение ставки утилизационного сбора может привести к скачку цен на транспортном рынке. Более полуцентнера наркотиков уничтожили в Рязани сотрудники полиции. Все эти вещества полицейские изъяли в ходе ежедневной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков, приличных досмотрах задержанных граждан, досмотрах автотранспорта, проведении обысков и осмотров мест происшествий. В плавильной печи сгорает и героин, и мефедрон, и кусты конопли. Все это – вещественные доказательства по уголовным делам, по которым к настоящему времени уже приняты судебные решения. В сопровождении сотрудников отряда специального назначения «Гром» УНК ОМВД России по Рязанской области вещества были доставлены на одно из промышленных предприятий города Рязани и уничтожены в плавильной печи при высоких температурах. Полицейские отправили в огонь около 31 килограмма синтетических наркотиков и более 24 килограммов наркотических веществ растительного происхождения. Январь 23-го. Сотрудники местного ОНК задерживают двух участников преступной группы, которая специализируется на сбытии героина. Все по стандарту. Приехали из стран ближнего зарубежья, наркотики оставляют методом закладок. При личном досмотре в присутствии понятых оперативники изъяли у иностранцев 49 свертков с порошкообразным веществом. Плюс два свертка на квартире с таким же содержимым. Эксперты подтвердили, это героин. Или вот июнь этого года. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Касимовский задержали местного жителя. Его подозревают в незаконном обороте растительных наркотиков. Изъято 30 граммов марихуаны и 22 куста наркосодержащих растений. В его доме полицейские обнаружили небольшую плантацию. В цветочных горшках были растения, похожие на наркосодержащую коноплю. Экспертиза догадку подтвердила. В горшках выращивали 22 куста наркосодержащей конопли. Теперь, если по этим уголовным делам приговоры вынесены, то все вещественные доказательства отправят в эту плавильную печь. Процедура проходит каждые полгода. В выставочном зале областного художественного музея открылась выставка народного художника СССР, почетного гражданина Рязанской области Виктора Ивановича Иванова, посвященная 99-летию мастера. Заслуженного деятеля искусства поздравляли высокие гости. Экспозиция насчитывает свыше 100 графических и живописных работ и охватывает весь период творчества художника Виктор Иванович, не останавливается на достигнутом и продолжает творить. Для зрителей в галерее представлены и картины 2022 года. В этот день поздравить художника пришли представители власти, коллеги по цеху, деятели культуры, друзья и поклонники его творчества. Все, что я делал, это я как бы делал одно целое, к нему добавляя какие-то кусочки. Смысл так оказался даже не от меня зависелый, что он мне время дало задание. Жизнь отобразить правдиво, честно, с любовью, с уважением, с преданностью. Из Москвы приехал вице-президент, академик-секретарь отделения живописи Российской академии художеств Евгений Максимов. Он вручил Виктору Ивановичу поздравительное письмо от президента Российской академии художеств Зураба Церетели и медаль имени Ивана Шувалова за вклад в отечественную культуру и искусство. От Петровской академии наук и искусства из Петербурга выступил советский и российский художник Виктор Деменчук. Выставка продолжит работу до 19 августа. С переменным успехом начали сезон футболиста Рязани. Первый тур для наших парней вообще получился фееричным. Ворота Пересвета они отгрузили сразу пять мячей. Но на этот раз соперником стала темная лошадка клуб Композит из Павловского посада. Новичок лиги. Что из этого вышло в нашем следующем материале? После стартовой голевой феерии в матче с Пересветом а домодедовскую команду рязанцы разгромили 5-2 матч с новичком профессиональной лиги клубом Композит казалось тоже станет легкой прогулкой для кардинально обновленной Рязани. Но во-первых прямо перед матчем зарядил проливной дождь, а во-вторых вчерашние любители вовсе и не думали уступать горожанам. А если еще вспомнить, что Композит тренирует сейчас экс-наставник Рязани Дмитрий Сережкин, и вовсе получается, что с мотивацией у хозяев было все в полном порядке. В первые минуты матча соперники скорее изучали друг друга. Борьбы было много, обе команды играли узко с обилием потерь. Впрочем, этого хватило Композиту для того, чтобы открыть счет. Фланговый навес пришелся прямо на ногу Никите Просинюку и 1-0. Рязанцы в этот момент выглядели статистами, вообще же остроты в их действиях в первом тайме явно не доставало. Видимо, на это обратил внимание тренерский штаб, вторую половину матча гости начали намного активнее. Мяч к штрафной Композиты они стали доставлять все чаще и на 57-й минуте, прорыв Дмитрия Калабухова, замкнул Вячеслав Пурак. 1-1. После этого рязанцы заперли хозяев своей штрафной и обозначили свое территориальное преимущество. Вот только до реальных угроз дела не доходило. Футболисты из Павловского посада оборонялись практически всей командой и дотерпели. В одной из редких контратак хозяева получили право на угловой и своим стандартом воспользовались на все 100. И вроде бы опасность подачи голкипер Рязани ликвидировал, но мокрый мяч предательски выскользнул из его рук и в сутолке у ворот композитчики занесли его в сетку буквально с руками Максима Тимофеева. Гости ринулись отыгрываться и, надо сказать, моменты для этого были. На 86-й минуте Егор Аксенов справа ворвался в штрафную и пробил в ближний. Голкипер едва справился. А уже на исходе третьей добавленной минуты Никита Жустьев мог сравнивать счет, но снова хозяев выручил вратарь. И тут же прозвучал свисток об окончании. В итоге 1-2 поражения рязанцев и с первой строчкой в турнирной таблице они переместились в середину. Впрочем, чемпионат только начинается и времени вернуть себе позиции у Рязани будет предостаточно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.